13.05 в Кирове на 101.фм программа «Особые мнения». Меня зовут Юлия Афанасьева и напротив меня сегодня сидит Лев Шварцвлад, исполнительный директор Лиги предпринимателей. Лев Давидович, добрый день. Добрый день. Я напомню всем нашим слушателям, что нашим гостям можно задавать вопросы на сайте эхокирова.ру в разделе «Анонсы». Также можно писать, например, мне в твиттер в течение программы. Постараюсь некоторые из ваших вопросов озвучить. Итак, начнем с вопросов моих, потому что пока на нашем сайте наши слушатели вопросов не задали. Вот, Лев Давидович, одна из самых свежих новостей о том, что в партии «Единая Россия» создается предпринимательская платформа. То есть тут такая вроде как бы и бизнес-тема, и политическая тема. На уровне российском эту платформу возглавляют крупные предприниматели. Это Андрей Каркунов, создатель известной марки «Конфет». Это производитель зубной пасты «Сплат» Евгений Демин. То есть не партийные функционеры стоят во главе этого, а реальные предприниматели. До сих пор в «Единой России» было три идеологических платформы. Это социально-консервативная, государственно-патриотическая и либеральная. Ну и вот теперь предпринимательская. Как Вы считаете, это такой ответ партии «Бизнеса» Бориса Титова, или «Единая Россия» решила действительно ориентироваться на эту часть электората? Ну, я думаю, что это, наверное, и то, и другое. Потому что действительно, когда началась уже подготовка непосредственно к выборам, когда Борис Титов сказал о том, что он собирается возглавить партию и предпринимательскую повестку продвигать через партию, наверное, в «Единой России» решили, что отпускать часть электората неправильно, надо как-то тоже в этом направлении двигаться. С одной стороны, с другой стороны, в общем, благотворное влияние кризиса, которое в очередной раз пришло в нашу страну, заключается в том, что всем уже совершенно очевидно, что те структурные изменения в экономике, которые необходимо проводить и которые все время откладывали, потому что при высоких ценах на нефть и так вроде все неплохо, да, и зачем какие-то еще лишние телодвижения делать, сейчас, в общем, все понимают, что возврата к прошлому, ну, в том смысле, в каком была раньше экономика, уже не будет. То есть ситуации, когда будет высокий спрос на нефть и дорогая цена, ну, скорее всего, этой ситуации уже никогда не будет. То есть теперь мы всегда будем жить в ситуации переизбытка нефти и низких цен. Ну, может, она там немножко подрастет, но вот тех цен, которые были, не будет. И, соответственно, без структурных перемен в экономике уже не обойтись. Но для того, чтобы их производить, надо, во-первых, понимать, как это делать, а, во-вторых, ну, как бы, кто выиграет от этого, да, очевидным образом, вот этого выиграют, в том числе, предприниматели. Поэтому, ну, логично было бы пригласить их к обсуждению того, а как это лучше делать, то есть с чего начинать, каким образом. Поэтому, мне кажется, что это вот и то, и другое. Говоря структурные перемены в экономике, вы имеете в виду ориентацию на предпринимателей? И что конкретно? Да, совершенно верно. То есть структурные изменения в экономике – это то, что у нас сейчас доля государства в экономике очень высока. Ну, условно, государство, то есть где-то государство, где-то государственные монополии. То есть госкорпорация, да? Да, госкорпорация очень высока. Поэтому это такая условно-рыночная экономика. То есть доля малого бизнеса, ну, 15%. Да, в развитых странах 50%, в самых развитых 70%. Нам надо к этому стремиться. Поэтому нам нужно, значит, вот сейчас провести приватизацию, то есть отказаться от большого количества государственных монополий. И, ну, этот процесс такой очень для государства непростой. Потому что когда у вас там есть 5-6 корпораций, конечно, ими управлять проще. Да, там, собрал, так сказать. А когда у вас там тысячи предпринимателей, ну, это уже гораздо сложнее. Ну, а как вы считаете, реально ли в текущих экономических условиях довести вот эту самую долю предпринимателей, там, от 15% до 50%, например? Это всегда было реально. Значит, это просто надо поставить как задачу. И самый главный барьер – это очень высокий уровень монополизации экономики. То есть, как только мы начнем, ну, там, распродавать излишнюю государственную собственность, тем быстрее мы к этим показателям придем. Ну, хорошо. Вот если вернуться к политической стороне этого вопроса, если вспоминать, то задачу сделать политическую платформу внутри партии «Единая Россия» поставил еще Дмитрий Медведев в начале февраля на съезде партии. И вот на моей памяти это первый случай, когда, в принципе, предприниматели рассматривали как некую социальную группу или, там, некую политическую силу, на которой партии стоит ориентироваться. Считаете ли вы это знаковым? Ну, знаете, во-первых, в общем, до конца ведь непонятно, насколько на самом деле на, там, какие-то результаты или на предложения этой платформы предпринимательской будут ориентироваться. Потому что вообще у нас ведь, там, ну, несколько таких общероссийских организаций. Это и торгово-промышленная палата, достаточно влиятельная организация. Ну, президент все равно встречается с президентом от торгово-промышленной палаты. Есть «Деловая Россия», да, есть там «Опора России». В общем, все эти организации так или иначе… А есть еще «Омбудсмен». Да, они поддерживаются, но когда доходило до каких-то конкретных решений, то, в общем, почему-то всегда забывали их спросить. Или говорили, ну, знаете, конечно, мы понимаем, что вы против, но нужно сделать вот так вот. Нет, ну, подождите, все-таки вот «Опора», «Торгово-промышленная палата» – это общественные организации. А простите меня, «Единая Россия» – партия власти. Значит, ну, вот эти общественные организации… Не спросите «Единую Россию», я себе это очень плохо представляю. Нет, во-первых, и сейчас в «Единой России» немало предпринимателей. Значит, может быть, не так много на федеральном уровне, но достаточно много в региональных собраниях. Да, вот у нас в ЗАГС-собрании достаточно много предпринимателей. Но при этом их возможности по продвижению каких-то своих инициатив крайне ограничены. Поэтому какова будет вот судьба этой платформы, да, то есть, значит, сделано ли это и закончится в сентябре 2016 года, и она будет существовать и дальше, и те предложения, которые она будет предъявлять, будут приняты, вот мы тогда увидим, насколько это серьезно. А Вы как считаете, закончится в сентябре 2016 года? Сложно сказать. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы не закончилось. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы это началось раньше. И чтобы предложения предпринимателей, они достаточно здравомыслящие, и, в общем, большинство направлены на развитие, на поддержку легально работающих, чтобы их услышали и на них ориентировались. Но там до конца стопроцентной уверенности в этом, к сожалению, пока нет. Именно исходя из предыдущего опыта. Вот Вы знаете, если вспоминать, кажется, Петербургский экономический форум и достопамятную речь Дмитрия Потапенко, который буквально раздергали на цитаты, он охарактеризовал отношения государства и бизнеса, точнее, диалог государства и бизнеса, как диалог мясника с коровой. Вот Вы согласны с этим сейчас, в данный момент? Ну, тут, конечно, такое преувеличение, да, но это, в общем, гипербола, да, чтобы более ясственно показать проблемы, которые существуют. Не совсем, конечно, это мясник и корова, но, в общем, тенденции, которые существуют, они неблагоприятны. И вот эта общая атмосфера, она, конечно, не самая благоприятная для предпринимателей, это точно. То есть, в общем и целом, у Вас есть ощущение, что предпринимателям закручивают гайки? Им закручивают гайки достаточно давно, причем тут, ну, как бы, там, некоторые вещи делаются правильно, но очень часто у предпринимателей, в общем, один из таких главных вопросов, это то, что есть там легально работающие предприниматели и все мы знаем нелегально работающие. Так вот, у нас весь осынной, как бы, молот всегда направлен на легально работающих предпринимателей. Их проверяют, их контролируют и так далее. А вот с очень большой массой нелегально работающих предпринимателей говорят, ну, а что, мы же не знаем, где они, как они, чем они занимаются. Поэтому они вне поля внимания, и что там происходит, мало кому известно. Поэтому нам кажется, что главное усилие государства направить на то, чтобы легализовать тех, кто работает нелегально, или, по крайней мере, сделать так, чтобы их становилось меньше, а не больше. Ну а каким образом их легализовать? То, что на моей памяти есть, да, уменьшали ставки налогов. Когда легализоваться было выгоднее, чем работать в тени. Их, в общем, вот как раз дело в том, что их... Какие пути сейчас легализовать предпринимателей? Ну вот там, значит, один из вариантов, то, что сейчас власть делает, налоговая каникул. Да, это вот такой, конечно, шаг в правильном направлении. Для новичков там. Да, для тех, кто первый раз регистрируется, как предприниматель, на два года, но при этом от взносов во все социальные, как бы, бюджетные фонды не освобождают. Вот это, значит, дальше, ну вот, к сожалению, очень затрудненный доступ к финансовым ресурсам. То есть и ставка, и сама возможность получения финансов, она крайне затруднена. Потом вот система классических бизнес-инкубаторов и промышленных парков, да, то есть там, где люди могли бы заниматься развитием промышленного производства, она так, ну, по крайней мере, у нас в области не заработала. То есть вот у нас там промышленный парк в Вятских Полянах, он, наверное, не очень заполнен, достаточно далеко от Кирова. Ну, кстати, вот Михаил Курашин недавно написал блог по поводу промпарка в Вятских Полянах. Он пишет, что он там был сам, и что там действительно сейчас занято 70% площадей, но то, что так будет и завтра, далеко не факт. Далеко не факт, потому что и там место, ну, может быть, не всегда очень удачно выбирается. И, ну, вот все-таки, если человек начинает, то ему, ну, сложно там арендовать большие площади или там сразу какие-то большие средства вкладывать. То есть вот этой вот системы, когда бизнес может вырастать, ну, она как-то не совсем работающая. Слушайте, ну, вот сейчас у нас эта история с промпарком в Вятских Полянах, вы сами сказали, не совсем удачная. Это почему? Это потому что время такое, потому что кризис, потому что промпарк далеко. Может быть, там через три года это все зацветет пышным цветом, как вы считаете? Сложно сказать, потому что, действительно, достаточно далеко от Кирова, и уж очень долго это все строилось, то есть там 6 или 7 лет. Поэтому, когда там зацветет, и зацветет ли, это, как бы, сложно сказать. Слушайте, а если, допустим, принять как допущение, да, что там теперь, например, наша партия власти наконец-таки повернется лицом к предпринимателям, то обычно же всем электоральным группам, ну, даются какие-то, ну, преференции там условные бюджетникам зарплаты, пенсионерам пенсии и так далее. Может быть, предпринимателям там этой ситуации воспользоваться и для себя чего-то потребовать, там, либо послаблений, либо преференции, либо еще чего-нибудь. Ну, вот основной посыл предпринимателей власти, это нас, не то, что нам чего-то дайте, а нас не трогайте. Не трогайте нас. Вот они, ну, большинство говорит там, давайте мы, ну, хотя бы там 2, 3, 4, в идеале 5 лет не будем менять правила игры, не будем менять ставки налогов, не будем их там повышать, потому что нам все время вроде говорят, что не будем повышать, на самом деле по факту они повышаются, плюс постоянно какие-то возникают инициативы. Давайте вот тут повысим, тут повысим, потому что вот если мы там даже повышаем, вот вводят систему Платон, или повышают акцизы на бензин, да, это все, значит, напрямую сказывается на затратах, которые у нас у предпринимателей. То есть все равно правила игры меняются, условия меняются, даже, значит, если там какой-то госорган меняет форму декларации, да, это же, так сказать, ну, там, дополнительные затраты для предпринимателей, потому что они должны там перенастроить систему, там, поменять, значит, эту форму. Причем часто там, ну, по сути, ничего не меняется, меняется там форма, добавляется какая-то графа, которая, по большому счету, никому не нужна, а для бизнеса это затраты. И вот если все эти затраты просуммируют, они достаточно большие. И, в общем, это все, конечно, не способствует тому, чтобы у нас там количество легально работающих предпринимателей увеличивалось. Ну, хорошо, вот скажите мне, при каком раскладе или в каком случае «Единая Россия» действительно сможет привлечь к себе вот эту электоральную группу? Или вообще не сможет предприниматели настроены очень критично? Ну, предприниматели, конечно, всегда настроены критично ко всем. Они будут смотреть на, во-первых, что предлагается, во-вторых, будет ли это исполняться. Тут, конечно, вот, там, кандидатура тех предпринимателей, которые возделяют платформу, особенно Евгений Лемин, это, в общем, известные предприниматели. Ну, да. И они пользуются авторитетом и уважением, потому что, действительно, они там с нуля вырастили. Это достаточно большой бизнес. Они понимают, как это сделать. То есть это не люди, которые там, может быть, были чиновники. Ну, не партийные функционеры. Да, они партийные функционеры. И если им действительно дадут возможность вот что-то из тех предложений, которые давно обсуждаются, оформить или законодательные инициативы реализовать, конечно, это, в общем, положительным образом сыграет на отношении предпринимателей к Единой России. Хорошо. А вот по поводу нашего региона у меня еще вопрос. У нас есть, ну, собственно, региональное отделение Единой России, есть омбудсмен по правам предпринимателей Андрей Вавилов, есть, опять же, партия «Правое дело», которую в регионе возглавляет Андрей Маури. Как вот в Кирове эта конструкция будет реализована? Ну, знаете, у нас, в общем, регион небольшой, количество активных людей тоже небольшое. Вот тот же, например, Андрей Вавилов, он еще и взляет опору России. А там Андрей Вавилов, насколько я знаю, он ходит в президиум торгово-промышленной палаты. То есть, в общем, организаций много, а людей активных крайне мало. Да, там их 5-7, ну, там, предпринимательское направление, человек 10. Поэтому, ну, даже не принципиально, как они будут называться, значит, у них тот же самое, мне кажется, будет отношение. Значит, если их инициативы поддержат, если их инициативы будут, там, оформлены в законодательные акты и приняты, тогда, конечно, это все, ну, как бы будет развиваться и будет иметь смысл, да. И если это делается, ну, для того, чтобы, там, провести выборы, значит, скажешь, вот, ну, там, вас ценим, а потом, значит, в октябре забыть, ну, конечно, ничего хорошего из этого не получится. Вы знаете, я когда готовилась к программе, читала интервью Бориса Титова, журналистом газеты «Ведомости». Ну, Борис Титов, это как раз российский уполномоченный по правам предпринимателей, который собирается сделать из партии «Правое дело» партию бизнеса. И вот он привел данные исследования о том, что за партию с западными ценностями, ну, видимо, как раз за партию, ориентированную на бизнес, сегодня проголосовали бы 7%, плюс еще 20% подумали бы о том, чтобы проголосовать за такую партию. Вы много общаетесь с предпринимателями, вот вы согласны с такой оценкой? Мне сложно тут комментировать, не знаю, там, какая была выборка и в каких регионах проводилась, потому что ведь, ну, там, у нас, собственно говоря, сами предприниматели составляют, ну, там, 10-15, может быть, даже меньше, то есть это у них работающих 15%, а самих предпринимателей, да, то есть вот собственников бизнеса, их там вообще 2-3%, то есть сколько из них готовы проголосовать и действительно ходят на выборы, очень сложно сказать, поэтому, ну, вот этот такой процент, это такая цифра очень виртуальная, то есть сегодня такая, завтра другая, совершенно непонятно, поэтому, ну, невозможно прокомментировать. Я думаю, что там многие предприниматели до сих пор, ну, может быть, и не думали даже, за кого они будут голосовать там ближе к выборам, поэтому сейчас, значит, даже их бесполезно спрашивают. А считаете ли вы предприниматели и представители бизнеса, там, протестными электораторами? Ну, протестным точно нет, потому что любой предприниматель, ему нужна стабильность, ему нужна стабильность, а любой протест, ну, это, собственно, где там... Нет, ну, я имею в виду протестным не в том плане, что они завтра пойдут на баррикады, а в том плане, что они не пойдут голосовать за единую Россию, потому что там в данный момент времени государство повернуто к бизнесу явно не лицом. Ну, тоже, как бы, там, не так однозначно, да, вот, например, тот же, там, производитель зубной пасты Евгений Демин, ведь ему нынешняя ситуация не помешала создать свой бизнес и его успешно вырастить в России. То есть тут есть, ну, внешние условия, есть отношения к этим, а есть данные, да, то есть там для многих вот те условия, которые есть, они совершенно не мешают строить успешный бизнес. Поэтому вполне возможно, что они поддерживают то, что происходит, ну, с какими-то оговорками. А вот скажите мне, пожалуйста, ребята, начинающие предприниматели, которые приходят, например, учиться к вам в институт бизнеса, стало ли их меньше по сравнению с прошлыми годами, то есть количество людей, которые хотят быть предпринимателем? Нет, не стало. Что вы им говорите в ответ на вопрос, там, а как сейчас в России строить бизнес? Ну, вы знаете, там, мы же разные времена переживали, да, и 90-е помним, поэтому, как бы, здесь известное очень выражение времена не выбирают. То есть мы можем там сколько угодно ждать, ну, вот там через два года, через три, там наступит более благоприятная ситуация, но время уходит. И еще раз хочу сказать, что вот несмотря на то, там, какая ситуация в экономике, у нас есть успешные предприниматели, есть много успешных предпринимателей, которые стартуют в это время, и которым вот эти условия не мешают успешно развивать свой бизнес. То есть вот соотношение внешних условий и внутренних, да, того, что сам человек вкладывает, оно очень индивидуально, поэтому я всегда говорю, что вы ориентируетесь на себя, на тот бизнес, который вы выбираете, на то, какую модель вы выбираете, что вы собираетесь делать и как вы собираетесь делать. Это более, как бы, существенно, чем внешние условия. А есть ли у вас перед глазами, например, реальный, там, предприниматель, который стартовал, ну, допустим, в пятнадцатом году, и его бизнес сейчас успешно развивается? Ну, таких много. Ну, приведите пример, просто я не прошу имя-фамилию, да, можно просто там коротко привести пример, что это за вид бизнеса. А вы знаете, есть и в сфере услуг, да, вот, там, значит, я знаю, там, фитнес-центр, который стартовал в девятом году в кризис, да, очень успешно, значит, когда многие закрывались, а, значит, в пятнадцатом году и в шестнадцатом, значит, из, там, цопольного помещения перерос трехэтажное, да, и в три раза увеличил свои размеры. Я знаю магазины, которые, значит, не уменьшились, а, наоборот, увеличились. И я знаю производство, которое тоже выросло. Поэтому, в общем, ну, основные, да. Ну, то есть, видимо, производство все-таки не стартовало, а производство выросло в пятнадцатом году, стартовав когда-то раньше. Стартовав когда-то раньше, да, оно выросло. То есть, у меня просто сейчас вот перед глазами нет примера, но я думаю, что такие ситуации есть, потому что сейчас, ну, как бы, там вот курс доллара, да, и санкции, тем не менее, это, как бы, ниши, которые освободились, которые позволяют в этих нишах, ну, стартовать и, в общем, вырастать. А скажите мне, пожалуйста, ну, примерно, да, какой процент начинающих предпринимателей, которые приходят к вам учиться, после обучения реально идут и регистрируют ИП, ООО, то есть, становятся предпринимателями? Тут, понимаете, значит, вот есть какое-то количество, там, порядка двадцати, наверное, процентов, которые это делают сразу по окончании, да, есть какое-то количество, которое, ну, в течение времени это делают. Мы, к сожалению, отследить всех не можем, потому что там за это время десятки тысяч человек прошло, поэтому, ну, общее количество, я думаю, что это такая цифра, которая, ну, примерно, среднестатистическая, в среднем для страны, ну, процентов, наверное, от десяти до тридцати. Ну, я-то имела в виду, конечно, конкретный институт бизнеса, там, которым вы также руководите. То есть, это где-то двадцать процентов пятой части. Ну, сейчас уже в меньшей степени руковожу, сейчас уже больше другим, как бы, направлением занимаюсь. Тем неститут бизнеса, но вот раньше это примерно такая цифра и была. Ну, хорошо, ладно. Я предлагаю сейчас нам уйти на рекламу, вернуться во второй части, обсудить ситуацию с коммерческой недвижимостью в Кирове. Хочу поговорить с вами про то, что происходит с Джимолом. И также обсудить прогноз социально-экономического развития России до 2019 года, который нам представил Минэкономразвитие. Ну, а сейчас мы уходим на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. И напротив меня все так же сидит исполнительный директор Лиги предпринимателей Лев Шварцплат. Лев Давидович, вот я хотела бы, наверное, начать вторую часть нашей программы с одной из свежих инициатив нашего ЗАГС-собрания. Вот на сайте eho.kero.ru лежит новость с заголовком 100 баров и кафе в Кирове могут закрыться. Речь идет об инициативе ОЗС, которая предлагает запретить заведением общепита торговать алкоголем с 11 часов вечера до 10 часов утра. Вот как вы оцениваете такое предложение? Ну, вот это как раз из той темы о том, что давайте мы какое-то время не будем менять правила игры. Я не могу понять, в чем смысл этой инициативы. Ну да, вот где логика. Где логика, да, есть заведение, да, там у нас есть, ну, закон о тишине и так далее. И если любое заведение нарушает, то его закроют. То есть если есть какое-то заведение, оно там работает, ну, как-то, какого суточного, неважно, да, и имеет, например, ну, даже если оно в жилом доме, но подъезды с одной стороны, вход с другой стороны, шума нет, там никаких нарушений нет, то, ну, как бы, что плохого, если оно, то есть, и чем это отличается, это отдельно стоящего помещения, да, то есть в отдельно стоящем можно продавать, а в этом нельзя. То есть у нас жильцы жалуются, или у нас какие-то проблемы. То есть, ну, вот, если есть какие-то проблемы, давайте с конкретным заведением разбираться. Нет, это история о том, чтобы вообще всем запретить. Так вот, зачем? То есть если, например, я понимаю, что вот депутат, да, есть какое-то заведение, и, например, там, его избиратели, которые живут в этом, и где есть такое заведение, пожаловать, что вот в этом заведении, так вы с этим заведением и разберитесь, ну, придите к собственнику, там, к охране, ну, так сказать, напишите письмо, поговорите, и наверняка проблем вышло. Это у нас, давайте мы всем запретим. Вот я логику никак не могу понять. Ну, это может быть антиалкогольные меры? Ну, мы же точно знаем, что запреты никогда эту проблему не решают. Она решается совершенно по-другому. Сколько бы мы ни запрещали, то есть любой запрет приводит к тому, что, значит, потребители из легального алкоголя перетекают в нелегальный. Только вот с точки зрения, там, наполнения бюджета мы хуже делаем бюджету. Поэтому, ну, смысла вот в такой инициативе совершенно непонятно. Ну, а, собственно, вот общаетесь ли вы с депутатами ОЗС, может быть? То есть они сами себя этим лишают, там, и бюджет лишают наполнения, и предпринимателей лишают работы. Ну, вот с конкретно, с тем депутатом, который такой ински уринал, я не общался, поэтому, там, зачем это делается, не знаю. Так, ну, хорошо. Хорошо. Давайте перейдем к теме коммерческой недвижимости. Я надеюсь, что хватит здравого смысла у остальных депутатов ОЗС, чтобы с этой инициативой каким-то образом адекватно разобраться. По коммерческой недвижимости на минувшей неделе в этой же студии говорили мои коллеги Светлана Занько, Олег Пархаренко в программе «Разворот на бизнес». Они привели такие данные, что рынок этот просел на 10-30%. Вот, как Вы считаете, именно на рынке коммерческой недвижимости это вот уже дно, это предел или еще просядет? Ну, вот смотрите, тут, чтобы понимать, что происходит, я просто сейчас такой пример приведу. Вот, вообще безработица – это плохо, да, и любая власть, она борется за то, чтобы не было безработицы, потому что, ну, человек, когда без работы, не может себя обеспечить, понятно, что он и чувствует себя некомфортно, и это является источником всяких негативных социальных явлений. Но при этом, если мы говорим про рыночную экономику, есть разные виды безработицы. Один из видов безработицы – это структурная безработица. То есть доказано, что в рыночной экономике всегда есть какое-то количество вакантных мест и какое-то количество людей, идеально соответствующих этим вакантным местам, которые по каким-то причинам друг о друге просто не знают. То есть нет информационной такой среды, которая бы позволяла адекватно эту информацию довести до тех людей, которым это… и это всегда будет. Это, значит, ну, в советской экономике не было безработицы, то есть любой человек находил себе работу. В рыночной экономике всегда есть структурная безработица, и это нормально. Это то же самое вот на рынке коммерческой недвижимости. Когда у нас начинался рынок, понятно, у нас не было приспособленных помещений, у нас не было ни офисных помещений, ни торговых, ни для общепита, поэтому был дефицит коммерческой недвижимости и был как бы рынок собственника. То есть собственник мог любые условия выдвигать, мог диктовать, значит, условия, мог диктовать арендную плату и так далее, и так далее. И это очень плохо для бизнеса, потому что бизнес развивают не собственники коммерческой недвижимости, а те, кто у них арендует, потому что они придумывают концепцию заведения, они вкладывают свои интеллектуальные усилия в магазин или в заведение общепита, которое открывается. И если мы посмотрим, что происходит на Западе, то там именно такая ситуация. То есть вот этот арендный бизнес, он, в общем, там, конечно, тоже есть свои сложности, но он, в общем, такой достаточно простой. Более-менее в хорошем месте построил, сдал в аренду, ну и там как-то управляешь, чтобы более-менее арендаторы были довольны. То есть это гораздо проще, чем, значит, придумать бизнес. Ну, например, собственные производства, да, или... Или услуги, или все что угодно. Поэтому, значит, вот когда мы там бываем на Западе, там мы всегда видим, что вот очень много помещений, которые сдаются в аренду. Потому что люди понастроили помещения, их больше, чем бизнеса, и это правильно. И бизнес уже, как бы, то есть это рынок предпринимателей, которые выбирают подходящее помещение, которые могут договариваться о цене и так далее. Вот мы постепенно от рынка собственников переходим к рынку предпринимателей, и то, что у нас часть помещений пустует и сдаётся в аренду, это нормально. То есть это как раз позволяет, ну, как бы, и снимает барьеры, потому что если там у вас цена, значит, для того, чтобы снять помещение под магазин, да, там, полторы тысячи рублей, две тысячи, ну, невозможно, то есть в этот бизнес нельзя прийти, да, если у вас цены снижаются, соответственно, появляется возможность у большего количества людей прийти, и, в общем, вот это нормальная ситуация. Поэтому то, что торговые центры или офисные центры строятся, это тоже нормально, люди заработали денег, они думают, куда бы вложить, но один из вариантов – это коммерческая недвижимость. Тут просто, понятно, построил, более-менее посчитал аренду, ну, и, как бы, вот доходность тебе известна. Поэтому, значит, их количество растёт, а количество предпринимателей растёт не такими быстрыми темпами, как хотелось бы собственникам коммерческой недвижимости, поэтому вот возникают, как бы, пустующие площади, и это позволяет бизнесу, ну, как бы, себя более комфортно чувствовать. То есть вы считаете, это не последствиями кризиса? Нет, нет, это, как бы, два процесса наложились. То есть, с одной стороны, количество торговых и офисных площадей растёт, да, это, как бы, сам по себе один процесс. Другой процесс – это то, что наложился кризис, и часть, как бы, бизнеса ушла с рынка, и это, как бы, вторая волна, которая, вот, сейчас происходит. Поэтому, ну, значит, там, во всей России, там, и в Москве, и в других городах, значит, вот, есть уже, как бы, исследование, что там количество свободных площадей, вакантных площадей, ну, как бы, существенно увеличилось по сравнению, например, вот там, с 19-м годом. Давно ли вы были в Джамоле? Ну, достаточно давно, да. Ну, вот, я была недавно, на самом деле, собственники Джамола говорят, что у них 90% площади занято, но, вот, чисто как обыватель, когда ты ходишь и смотришь, такое ощущение, что половина площадей пустует, потому что этот магазин съехал, этот магазин переехал, этот магазин закрылся. Вот, насколько я знаю, собственники Джамола снова решили, там, развивать его каким-то образом. Как вы считаете, что там им сейчас нужно сделать, чтобы к ним вернулись предприниматели? Ну, вот, насколько я понимаю, одна из главных проблем, которая раньше была именно с этим связана торговым центром, это то, что там арендная плата была фиксирована в валюте. Ну, и когда там курс более-менее стабильный, это, в общем, ну, не очень, но так устраивало, потому что поток большой, и, как бы, прибыль была. Когда курс стал расти, да, предприниматели обоснованно говорят, ну, у нас же рублевая выручка, да, наши доходы не растут, а часто и падают, и мы уже не можем такой, давайте мы перезаключим договоры в рублях. И им собственник отказал в этом, и понятно, что, значит, эту валютную аренду уже не смогли выдерживать, поэтому закрывались. Поэтому, конечно, собственнику первое, что надо сделать, это перевести все договоры в рубли. То есть мы все-таки живем в стране, где рубль, получаем доходы в рублях, значит, цены в рублях, поэтому любому предпринимателю, чтобы планировать свой бизнес, надо иметь, ну, как бы, понятные, значит, затраты, прогнозируемые, а когда у тебя курс, значит, он скачет, ты не можешь прогнозировать, сколько ты должен заплатить за аренду. Поэтому переход на рублевые цены уже сам по себе вернет, думаю, что предпринимателей. А если туда вернутся предприниматели, то и, в общем, поток людей, ну, я не знаю, удастся ли восстановить до кризисных мер, но, по крайней мере, увеличить точно смогут. Как Вы считаете, стоит ли сейчас правительству Кировской области поступить с промышленными товарами точно так же, как поступают с продукцией сельхозпроизводителей? При заходе, например, федерального ритейлера в регион у этого ритейлера, там, просят или требуют, чтобы на его полках была представлена продукция кировских производителей в определенном объеме. Вот следует ли так же поступить с ритейлерами, которые занимаются промышленными товарами? То есть пускать, например, кировских предпринимателей, не знаю, там, на льготных условиях или установить обязательную долю предпринимателей местных, которые там должны быть представлены? Ну, я имею в виду не сетей франшизных федералов. Ну, вот из промышленного производства, например, кого нужно так лапировать? Ну, у нас все-таки и одежда делается в регионе, там, и игрушки. Ну, они представлены. Все-таки, вот, продовольственные продукты, да, это особая категория, да. Ну, во-первых, там очень много скоропортящейся продукции, которую просто там в другой регион не увезешь. Во-вторых, ну, сейчас ситуация тоже поменялась. То есть там сначала, как бы, федералы, когда пришли, не очень хотели местную продукцию, а потом они поняли, что вот то, что они привозят, не очень хорошо покупается. И они теперь сами пришли к производителям и уже готовы с ними договариваться. И, в общем, тут и потребитель свое слово сказал, то есть он кошельком проголосовал. То есть он не покупает то, что там представлено, он, как бы, просит, чтобы было вот то, к чему они привыкли, и там обоснованно привыкли, потому что оно лучше, там, может быть, и по качеству, и по цене. Ну, в общем, эта продукция пришла. Ну, конечно, там и программа правительства сыграла свою роль, но вот в отношении промышленных товаров, наверное, такую программу реализовать сложно, поскольку там и номенклатура такая достаточно, она, как бы, ограниченная. Да, там, мы не будем же, мы там, холодильники, визит, или там, электроплит, тека, или там, шины, ведь, что вот давайте вы, значит, в своих магазинах разместите. Но вот кроме шуток, я знаю, что у теки есть определенные трудности. Я думаю, что им не помешало бы явно. Ну, это, понимаете, во-первых, тут там не так много магазинов, которые такой техникой торгуют, да, и, ну, там, когда выбираем сметану кировскую, да, там, или привозную, это одно, а когда вы покупаете электроплиту, там все-таки несколько другие, ну, качества играют роль при выборе, поэтому вряд ли им это сильно поможет. Ну, то есть вы считаете, что не нужно интересы промышленного производства остаивать так же. Хорошо, у нас с вами осталось три минуты до окончания. Вот последнюю тему хочу с вами обсудить. Прогноз социально-экономического развития России до 2019 года подготовил Минэкономразвитие. Вот в ведомстве считают, что Россию ждут еще три года кризиса. Разделяется ли вы эту позицию? Тут, понимаете, вот в чем специфика экономики, да, вот есть законы физики и законы экономики, да, вот закон физики, ну, это как бы абсолютный закон, и он действует. Нравится нам закон всемирного текотерей, не нравится, он все равно действует, да. В экономике немножко по-другому. Значит, вот если там все в стране мы вдруг решим, что сейчас там доллар стоит 70 рублей, а на самом-то деле его цена 200, и очень выгодно сейчас его купить за 70, потому что потом, когда он будет 200, мы вот смотрите, сколько денег заработаем. И мы все побежим и начнем их покупать, то они на самом деле будут стоить 200, хотя никаких объективных оснований для этого нет. То есть если мы с вами будем думать, что кризис продлится три года, или четыре, или пять, ну, может ровно столько и продлиться, да. Если мы будем считать, что там неважно, кризис или не кризис, но возможности для развития никто не отменял, то, в общем, он может закончиться гораздо быстрее. То есть тут очень много действует факторов, есть психологические факторы. Нет, подождите, а как же пресловутая цена на нефть, ориентируясь, на которую вырастает федеральный бюджет? А помните, с чего мы с вами начинали? Со структурных изменений в экономике. Если мы их начнем делать, то нам с вами будет все равно, сколько стоит нефть. Ну, нам станет все равно не сразу, а через некоторое время, очевидно. Да, но если мы ничего не будем делать, то мы будем смотреть на цены на нефть и через три года, и через 33 года, и ровно что-то ничего не изменится. И тогда, ну, как бы у нас будут такие небольшие волны, чуть получше, чуть похуже, но в целом ситуация не изменится. То есть если мы хотим, в принципе, чтобы у нас, ну, то есть кризисы все равно будут, но их природа будет другая. Вот если мы хотим изменить природу этих кризисов, да, и в меньшей степени зависеть от цены на нефть, то мы должны делать структурные изменения в экономике. А это, ну, напрямую связано с тем, с чего мы начинали. Удастся ли создать платформу, и удастся ли этой пенсионерской платформе провести или предложить те законы, которые, ну, реально могут поменять ситуацию. Ну, хорошо, Лев Давидович. Я, если честно, не очень согласна, да, мне кажется, что структурные изменения в экономике – это процесс, там, не одного года и не двух лет, и может быть… Ну, это и не так долго, как, на самом деле, кажется, потому что тут очень важно именно и психологический климат. То есть если мы начнем это делать, это само по себе начнет менять ситуацию. Вашими устами. Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, закончилось время. Я напомню, это было особое мнение исполнительного директора Лиги предпринимателей Льва Давидовича Шварцблата. Меня зовут Юлия Афанасьева. Я благодарю вас за эфир. Всего доброго и до свидания. Спасибо.